Ну что ж, наконец-то мы можем приступить. Будем еще выполнить какое-то достижение от Uplay, не было. Я не буду прям так гоняться за этими достижениями, в основном мы займемся с сюжетом и некоторыми побочными заданиями. Как я помню, тут есть стройка каких-то своих торговых палаток, где все можно будет заняться галерой каждой сюжетной миссии. Что ж, вот так вот начинается вторая часть Ассиева. И вот и самая церковная аудитория. ИНСЕМЕ ПЕРЛА ВИТОРИЯ! ИНСЕМЕ! ИНСЕМЕ! Тише, друзья мои! Тише! Аморз, аморз! Спасибо! Знаете, что привело нас сюда? Честь! Вьерри Пацци оклеветал мою семью и свалил на нас вину за свои преступления. Если… Что ты мелешь, Грулло? Добрый вечер, Вьерри. Мы как раз говорим о тебе. Не ожидал увидеть тебя здесь. Обычно Пацци действуют чужими руками. Это твоя родня зовет стражу, попав в беду? Боишься сам взяться за дело, трус? А твоей сестре понравилось, как я тогда за нее взялся? Убейте его! Кинзир! Ну, что ж. Такого можно было не lại. Ах! 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 Ну, что ж. Сейчас нас ждет небольшая, то есть даже, большая драка. Как-то им не трахать. А вот что трахать, меня возьмется. Чтобы атаковать, надо не когда он и так выплылся. Т.е. надо выхватить меня Потому что просто отколазь меня не должно Отпустить меня Т.е. чтобы отражать удары Нам будет имплядь Глубу Т.е. надо Сохватить персонажа У неожиданности Т.е. надо Чё? Отпусти меня Чужих Эй! Обернись федерико что ты сделаешь хотел узнать научился ли мой братишка драться и стиль у тебя есть но здесь главная выносливость посмотрим скольких ты сумеешь одолеть драки они спокойно говорили потом уже ничего не убежали отсюда ну что ж ладно Убираюсь с ним. Блин. Убираюсь, почитавшись на балконе. Что же мне? Убираюсь на память, смотри, у меня здесь нет тяга. Бомбора? Капrice, наш хищник и вольный. Хищник и выгон. Это не только потом. Что же, как я не могу ссориться с системой боя? Что не так, что? Ну, это вот так и не почему-то не было. Я хочу ее сфотиться, но это не так. Он даже не собирается вставать И это еще не конец Убери свои руки Хочу вышивать Не совсем понимаю, что сейчас происходит Просто так и полегче будет Назад! Назад! Стой! Мы же почти победили! Твоя губа? Просто царапина Это решит доктор Это ни к чему Кроме того, мне нечем заплатить доктору Все спустил на виной женщин, а? Не спустил, а потратил с пользой Дашь мне в долг? Или ты тоже все спустил? Обыщи их В их карманах что-нибудь да найдется А кажется, здесь у Флоренции Слишком много трупов Даже не трупов, а покалеченных людей Что дядь ли Или после таких побоев Некоторых даже слишком много денег Надо будет искать все Лишние Ва-бэны Достаточно Уходим, пока не явили стразники Нам не помешает Деньги никогда не дышат Особенно В таких играх Где надо закупать Себе оружие Бронель Ну и пока что нам эти Еще не востухи Но в скором времени Пригодится Тайм Тайм Мне кажется, мы уже У нас уже Практически Пятьсет Хлорина Мне кажется Даже Ровно Пятьсет Кажется Довольно Немаленько Хотя Триста Немал за против доктора Позже Нас научат Воровать Он Джути Мне Она мне тоже пригодится Не совсем знаком Со всем функциями Этой игры Так как Единственный способ Который я ее проходил Это Смотрел Прохождение Судьбы И то не помню И то не помню Ну что ж Вроде все тут Попробуем Можем начать Торопись Чем раньше мы закончим С доктором, тем скорее Ляжем спать Ну все Так Задание Скорее всего Можем Встрелящим Так Видели бы Вы Другого Панка Идите За Идите Как Можем Как побежал Так Можем Чтобы Пожел Я Пожалуй Пожел Можем Можем Идите Так Действительно Вы Быстрее Ладно, я Бентровато, доктор Брат Ммм Фрателли аудитори Неудивительно Вы Скверно Выглядите Юноши Ничего Пустяки Спасите его Смазливые личико Это все Что у него есть Только А фото ты Готово А теперь Выметайтесь Грация Сюда Ну и ночка Вот если бы все остальные Были такими же А Стой Ведь так и есть Ха Ха Нам пора домой Отец Должно быть Пытается понять Куда мы пропали Да Не хочу Получить от него Нагоняй Может на перегонки? Куда? На крышу Вон той церкви Ну что ж Так Братья соперники Обгоните Фредерико На счет три Уно Две Тре Тебе еще учиться И учиться Вперед Черепаха Он пошел В большой отход И то Практически Быстрее Наспределяет Ну давай Сюда Куда ты? Увидишь Такие небольшие Законительные Задания Которые рассказывают О том Чем Мы должны будем Заниматься на время Наша жизнь прекрасна брат Ах Великолепно Вот бы она не менялась И никогда не меняла нас Ладно, хватит Нам в самом деле пора домой Идем Стой Что? Эцио Дай Кристине поспать Она сможет выспаться Потом Он Ах Сам сказал Что Пора Идти домой И уселся на Крыше церкви Так Стаканчик перед сном Несите неожиданный Визит Прекрасно Кристину Угу Идем Сами Сами Осмотримся И начнем Уполнять Загон Уп Так Что Сукуринзируется Ну Он походу сам не торопится Правда Так И Как Пошли Так Катсо Это Вьере Нужно спрятаться Нам предстоит Ищите Синхронизируется Он не мог далеко уйти Синхронизируется Еще 72 раза Думаю по всем и не сможем Но по большинству Точно Да Три патриста Сразу Ну что же Давайте сразу Отправимся на задание Не желайся Покрышек Может Порезимус Синьоре Объявила Конкурс На постройку Нового здания Ратуши У собора Санта-Мария-Новелла Хорошо Мы хотели Покрыть Спасы Так Умм Умм Давай Спасы Почитаем Все Что нам Показывает Базь Дан Так Люди Так Люди Общества Врачи В средние века на европейскую медицину оказали большое влияние достижения арабской медицины А в эпоху возрождения развитие этой науки способствовали появлению анатомических атласов и печатных станков К 15 Так Как я стою К 15 веку наука постепенно стала играть большую роль в увеличении нежели религии А так многие упорно придерживали старых традиций и мечтали обращаться за помощью к врачам к мистикам После того как в 1350 году по европе прокатилась эпидемия чумы многие врачи стали носить плащи пропитыми воском и примитивными масками в форме клювы чтобы избежать заражения и все конечно зачитали я не буду акцентировать на этом большого внимания потому что когда это сможет занять очень большую часть нашего прохождения и чтения и биографии и как это называется интересный фактор так Редерик аудитория в школе Редерик старший братец и старший ребенок в семье в 19 лет получил должность клерка в банке Медича однако судя по он не работал а бил в окруж так эта запись сделана в книгах банка Медича 17 сентября 1475 года когда была обнаружена пропажа Мешка в золу в Латыме Флориде когда в банке началась паника старший аудитор подошел к Франческе Сесейте сказал что Мешочи обратно на крыше дома если бы Фредерико не был сыном Джованни аудитории я бы попросил Ларон Смеши закрывать его но не удивится что Фредерико был уволен вскоре после того как ему исполнилось 20 лет то есть сейчас у нас 1476 год в данный момент в этой игре то есть ему сейчас как раз и есть 20 лет так